Вставай, Эдди! Мы идём в гости! Отличное утро, должен вам сказать. Меньше всего я хотел сейчас услышать голос моего друга. Мы были в баре, пили пиво. Шотландское пиво – это эталон. Каждый шотландец знает это. В баре было много красивых женщин, но почему их нет здесь? Гордон, почему ты не женщина? Потому что я твой друг, Эдди! Вставай! У нас скоро поход в гости! Нас ждут к шести! Идём? Скажи хотя бы, кому мы идём в гости? Джонни Родриго – испанский бизнесмен, который живёт сейчас в Глазго. Кто-кто? Джонни! Ты его знаешь? Мы познакомились недавно в центре города. Habla ingles muy bien! Он и его брат Франц устраивают сегодня ужин в своём особняке в центре Глазго. Я отлично говорю по-испански, но всё, что я сказал за вечер, было «Hola, buenas tardes, una servies a mas» и парочка других небольших фраз. Какая скучная история, подумаете вы. Да, эта история была бы скучной, если бы не одно «но». За столом напротив меня сидела одна очень красивая дама. Настоящая испанская пантера. Чёрные брови, горящие глаза, красное платье. Я был молод, что вы хотите? Конечно, весь вечер я смотрел только на неё. Обычно это односторонняя игра. Я смотрю на девушек, а они на меня нет. Но тогда всё было иначе. Она тоже смотрела на меня. Сначала я думал, что это мои фантазии, но нет, она действительно смотрела на меня. Не скрою, во мне сразу же проснулся шотландский лев. Я был готов наброситься на каждого, кто посмел бы подойти к моей пантере. Лев – царь зверей, а это была моя дама. Несколько раз я наполнял её бокал вином. Несколько раз подавал ей закуски. И даже осмелился сказать ей, что вино прекрасно подходит к её платью. Она улыбалась, смеялась и о чём-то говорила со своими подругами. На испанском, конечно. Она говорила так быстро и так красиво, что я ничего не мог понять. Кажется, я несколько раз слышал, как она рассказывала подругам о красавце-мужчине. Вы понимаете о ком, да? Нет, Гордон, не о тебе. Ужин подходил к концу, когда, и это правда, эта женщина встала, поправила платье и жестом позвала меня на балкон. Конечно, я пошёл за ней. Да и каждый бы пошёл. Тихая июльская ночь. Какой контраст с шумной и набитой людьми гостиной. На балконе было тихо, немного прохладно и спокойно. Женщина подошла к самому краю балкона. Кажется, она любовалась прекрасным, как и она сама, июльским вечером. Она стояла спиной ко мне. Красивой спиной. Её платье нежно скользило по обнажённым плечам. Конечно, я был горд и доволен собой. Я начал медленно двигаться к этой чудесной спине, думая по пути о том, что сказать. Ночь так же прекрасна, как и вы. Нет, а может быть... Это платье напоминает мне берега солнечной Испании. Ваши глаза... Я не успел закончить свою мысль, когда меня кто-то толкнул сзади. Извините. Я не успел ничего сказать, как вдруг увидел, что какой-то мужчина подошёл к моей даме. У меня не было слов, что говорить, что делать. Случайно я услышал их разговор на испанском. А кто этот мужчина, милая? Тот? На балконе? Не знаю. Но кажется, он пялился на меня весь вечер. Я хотела показать ему, что это неприлично. Но кажется, он выпил слишком много пива, Франц. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok